Это словно падение метеорита, может ты видишь это в последний раз в жизни, и хочется поделиться этим совсем... Майни, ну и с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Найс, называется последствия провокации Анимация, давайте смотреть Кто там провоцирует, Найс? О, привет! Давайте будем честны У каждого бывают случаи, когда хотелось бы вернуться в прошлое и дать себе леща за вроде как хорошие поступки Если в будущем будет такой варик, я вернусь и порву себе ж... моим подписчикам на пусте Потому что я не заслуживаю такой любви А зачем им рвать? И поддержки таких хороших ребят На спасибо большое, я это ценю Так с детства, увлекаясь темой перекупа, со стороны заработка, я был ужасный перекуп При покупке я мастерски умел занижать ценник, будто готовился к этому всю жизнь Накидывая вагон тупорылых аргументов, от которых было не увернуться, как выяснилось, я порой забирал вещи в половину заявленной цены Но при последующей продаже мне не хватало совести сильно завышать ценник Я чувствовал в этом несправедливость И считал, что делают доброе дело, продавая очень дешево дорогие вещи А это бред полнейший А ведь мы бы сколько денег зарабатываем Продаж приставок и телефонов на машины Мой план перепродавать тачки, повышая с каждым разом их качество, чтобы в итоге остановиться на каком-нибудь спорткаре Мягко говоря, провалился Простыми словами, я был в минусе Поэтому в момент, когда я забросил идею с перекупством А мне все еще хотелось заиметь хотя бы реально хорошую машину На которую мне, естественно, не хватало денег Мне пришлось с утра до ночи работать Делая на заказ рекламные мультики для пабликов Поздравления на дни рождения, свадьбы и прочую хрень Нон-стоп И спустя год тяжелой работы, экономив на всем И с божьей помощью, то есть, матери Я, наконец, смог купить плюс-минус шикарную тачку И приехать к пацанам на район, чтобы объясниться, где я пропадал Я был в белой рубашке, счастлив и свеж Как хлеб из спички, похожий на образцовый труп Это моя машина Какая твоя? Моя машина, вы че, квотцы? Лично? Лично от вас? Да, моя Ты ее лично покупал? Да, я еще позавчера купил Давай так, квотцы Да подожди, сейчас Минут, блядь, мы все вы сейчас метим Эта тачка подарила мне немало запоминающих Давай, давай Не обращайте внимания Леха просто ждет момент, когда сможет погрузиться Вовлекательный сюжет Ой-ой-ой-ой, это автор покушает, это одобряемо Автор тоже покушает Опа, привет Я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в стиме Ребята, если вы хотели как-то меня поддержать или попробовать мою игру Просто может она вам даже понравится Я был поэтому очень рад Вы можете перейти по ссылке в описании и ее купить На самом деле, это будет сейчас лучшая поддержка меня Для меня это очень важно, правда Это прям новая ветка моей жизни Поэтому, если вы правда хотите меня поддержать Приходите в стим Покупайте игру, играйте ее Оставляйте отзывы Вот А так продолжай отсутить видос Эта тачка подарила мне немало запоминающихся моментов Например, этот Не лучшая, конечно, ладно Но в любом случае, недолго мне пришлось кататься на ней И не то, чтобы в этом был виноват я Или мои друзья Мои друзья О, мои друзья Могу говорить о них бесконечно Но только порциями и лучше молча Потому что они знают, где я живу И даже несмотря на то, что они постоянно подбивают меня на какую-то хрень Я все равно люблю и ценю их Я должен это говорить, так прописано в нашем контракте Все они это максимально непохожие друг на друга чилипи И со стороны может показаться, что мы либо враги, либо видимся первый раз в жизни Потому что мы хоть и росли вместе, но наши интересы и увлечения совпадают за таким крайне редким случаем Что при встрече нам проще друг друга посмешнее обосрать, чем обсудить какую-то важную тему И это бывает весело У меня вот этот подход к девушкам Вот это мое любимое блюдо Я напоминаю, я люблю и ценю своих друзей И я не буду расписывать поминутно каждого, где, кто, сос Но поверьте, у большинства моих корешков подходы к тянкам настолько интересные Что когда кто-нибудь из них зовет меня составить компанию Я не знаю, куда мне пойти, потому что не уверен, где будет смешнее И это не делает никого хуже остальных Просто забавно, что на словах они могут бесконечно спорить о том, кто лучше умеет обращаться с девушками А потом происходит это Мне кажется, я некрасивая Да, бля, я видел и пострашнее Но в любом случае, твоя жопа просто вещь атласная Атласная вещь Ты выйдешь за меня? Наверное, именно по этой причине Он старался, он пытался Я и перестал смотреть телевизор Потому что просто дайте мне хороший повод посмеяться И можете мне больше в будку не сыпать корма Выдавать постоянно что-то новое, не готовясь, это, конечно, надо уметь И пусть это не дает желаемого результата Зато это безумно весело Ой, а ты милый И когда это срабатывало, вот это реально победа Всегда казалось, это невозможно Это словно падение метеорита Может, ты видишь это в последний раз в жизни И хочется поделиться этим со всем миром Это как держать сына, который спустя 20 лет жизни впервые сходил не в штабы Я реально горжусь в такие моменты своими пацанами И люблю их Зафиксировали Очень сильно У нас прекрасных дней, когда поступило предложение сгонять за компанию до одной роскошной дамы Я собрал пак друзей, и мы поехали ночью в какую-то неведомую очковину Потому что веселья много не бывает И надо было хорошенечко посме... Посмешно по... Нет, ну ты это слышишь Тихо, тихо Эй, детка, у меня гигантский дворец и конюшня И ты бы отлично там смотрелась Ты серьёзно? Да, блин Конечно, ты глянь на себя, кобыла, блин, ну Сейчас, погоди Ты выйдешь за меня? Братанчик? Ну, братанчик, ну, не так уж ты и плох Это же всё шутки Просто пойми, что бы ни случилось, я всё равно ценю тебя, какой бы ты ни был ужасный для девушек Для меня ты всё равно герой Ты даришь мне искренний детский смех Брат, я не понимаю, что я вообще делаю не так, блин Я теряюсь Девушки такие милые, когда думают, что их мнение кому-то интересно А когда девушка плачет, это пробуждает во мне столько эмоций Мне хочется подойти, обнять и кинуть её на прогиб, чтобы она поняла, насколько же причина её грусти до этого была несерьёзной Ну, просто попробуй сказать что-нибудь приятное Начни с этого Ааа, так вот как это делать Доброе утро, моя девочка Спешу пожелать тебе самого прекрасного, невероятного настроения Ну вот, послушай своё голосовое, вот так и надо Ты одинока, у тебя же никого нет Но ты не переживай, я знаю, где ты живёшь Ты больше никогда не сможешь грустить Мы с Татанцией Но домой вечер был практически идеальный До момента, пока кое-кто не решил доколупаться до своего корешка О, Артёмка, дорогой, ты что, лох? Кто вообще ездит с пристёгнутым ремнём, очкошник? Ты какой-то странный, что с тобой, Билли? Кто ты по жизни? Ты лох Надо всегда с пристёгнутым ремнём ездить Ребята, пристёгивайтесь в машинах Потому что пристёгнуть ремён Ремён, рамён Пристёгнуть ремень, это реально секунда дела Но в критической ситуации оно вас спасёт Разве секунда, как ты садишься в машину и выходишь с машины Стоит жизни? Я считаю, нет Секунду пристегнулся И спокойной душой едешь Пристёгивайтесь Я всегда пристёгиваюсь, абсолютно Понял И вы так же делаете Заглушки шли в придачу к машине Но я всегда пристёгиваюсь И на это есть куча причин Но почему-то в тот момент я решил указать на не самую значительную И не самым лучшим способом Ладно, бро О, красава Погоди Сейчас начнётся моя любимая песня, бро Ммм, началось Отличный биток, браток И абсолютно не раздражает Вот такой минусок можно и рыбчаги навалить В данный момент ещё рисунок, к слову А дальше поступило предложение вставить заглушку вместо ремня Я вежливо отказался И пока мы спорили Некая фура решила вставить свои пять копеечек В наш высокоинтеллектуальный разговор Боже, у меня же был шанс покакать долг А потом что было Ну интернет то на появился потом что было ну мое лицо которое впечатывается в руль друзья которые выламывают передние сидения наша машина который несет в отбойник на большой скорость и было вообще все что надо от жизни кроме жизни но я это вырулил кто-нибудь пожалуйста найдите себе девушку выражаете детей похожих на меня и скажите ей что я любил ее хотя не я в порядке пацаны я с тобой брат не переживай я сделаю все что ты попросил все будет на высшему и хорошо что все целы но все равно в тот момент подходя у меня была только одна мысль сделать то о чем я точно буду жалеть всю свою жизнь а водитель который вышел из фуры был в состоянии как будто ему было вообще насрать что делала эта ситуация определенно еще хуже он просто молча протирал глазки такой уставший маленький порощеночек но как можно на такого злиться легко нет брат не делай глупостей мы как-нибудь сами разберемся офигеть мужик вот это тебя повезло фура ты вообще целенькая и невредимая вы только гляньте фары близки слышь мужик а что случилось то да не ну чё тут скажешь ну все же понятно я заснул за глаз круто балдаш и даже если это неправильно я не знаю что бы мне могло еще так поднять настроение в такой момент бить семитонную фуру руками ногами это выглядело ну реально забавно и странно что этот водила потом ничего про это не сказал приехавший полиции но так или иначе все это было лучше чем лезть в драку что естественно тоже неправильно спасибо друзья что засеяли от проблем жалко только то что из-за отстегнутого ремня у меня на последующую неделю к моей бессоннице добавилась отменное головокружение и шикарная тошнота поэтому малю пристёгивайтесь не надо никому до сняться за это а на этом все фотографии а ты чё не прыгаешь десятого этажа ты чё не мужик десятого этажа да без страховки просто ну так шмякнулся и нормально ну все мужики так делают ну сделай блин пристёгивайтесь я помню у меня машине тоже кстати заглушки тоже сразу когда я покупал там была заглушка на пассажирском на водительском но я их сразу убрал потому что сказал всего пристёгивайтесь а я один раз заглушкой воспользовался когда вез не человека на соседнем а там что-то вез на сидушке и срабатывал датчик будто вы пристегнитесь ну то есть он думал что человек сидит тогда только заглушку использовал все это единственный раз когда заглушку использую она мне лежите по бадачке одна штука вот для таких случаев вот приходилось один раз вот а так все блин ну это жизнь в конце концов я не знаю боритесь со служить цените свою жизнь ребята всех люблю всем пока